Всем добрый день, меня зовут Вольна Валина и сегодня я представляю довольно большую группу людей. Я сама из Ихиран, но эта группа людей представляет много разных институтов и вот я начну собственно с представления этой группы. Во-первых, мы существуем вместе, как мы все из разных институтов, здесь они представлены. Мы существуем с 2018 года и создательницами, идейными вдохновительницами нашего проекта являются Эмили Ишида из лаборатории Клермон во Франции и Мария Пружинская, которая изначально из ГАИШ МГУ, но она также тоже работала и сейчас работает в лаборатории Клермония. Наша группа в основном состоит из молодежи и основной идеей было создать тандем из экспертов в астрофизике и экспертов в машинном обучении, чтобы соединить эти две большие области для поиска аномальных объектов в больших обзорах астрономических данных и успешно искать какие-то объекты, которые еще никто не нашел. За пять, больше пяти уже лет работы у нас издано 13 статей в журналах. И вот почти три тысячи объектов, которые мы нашли как так называемые аутлайеры аномалии, были аспецифицированы нами. Вот здесь я привожу ссылку на сайт, где кратко рассказано о нас и все наши результаты, собраны все статьи. Что такое СНАД? СНАД изначально расшифровывалось как Supernova Anomaly Detection, но мы пошли дальше сверхновых, конечно же. Основная цель, как я уже сказала, была создать, соединить экспертизу ученого, человеческую экспертизу с методами машинного обучения, которые могут шерстить огромные данные и, соответственно, выбирать из них что-то, что нас интересует. И основная особенность нашей работы состоит в том, что мы в первую очередь направлены на работу с фотометрическими данными. С фотометрическими данными обзоров, то есть, ну, по сути, это то основное, с чем работает астрономия. Мы получили изображение, мы сделали фотометришточки, построили кривую блеску, и по этой кривой блеске нам надо что-то сказать про объект. Соответственно, все большие обзоры и ЛССТ, которые в будущем будут работать, они направлены на то, чтобы создавать такие кривые претки, блеска огромного количества детектированных источников. И в этой куче объектов невозможно человеку найти что-то интересное, какие-то бриллианты. Нам нужно использовать машинное обучение и такие методы, которые бы могли не просто рыться за нас, но еще и методы, которым мы могли бы диктовать, а что нам надо найти, что мы намереваемся найти. Вот. И, естественно, что, ну, как задача классификации объектов только с помощью фотометрических особенностей, это довольно непростая задача, нетривиальная, и она должна быть решена таким образом для того, чтобы будущие огромные обзоры с терабайтными, детабайтными количествами данных за ночь были более эффективны и более продуктивны в плане обнаружения того, что они, собственно, ищут. Когда мы в 2018 году начинали работать, мы выбрали для, скажем так, обучения, тренировки и тестирования всех наших идей и алгоритмов, мы выбрали так называемый открытый каталог сверхновых, Open Supernova Catalog. Это компиляционный каталог, в который просто собраны все опубликованные данные об открытых до нынешнего дня сверхновых. Ну, в данный момент, в случае не до нынешнего, а до 2017 года этот каталог, насколько я помню, там собраны все фотометрические данные, опубликованные спектральные данные, данные о расстоянии, красосвещении, все, что есть для сверхновой, все собрано в этом каталоге. Ну, естественно, со ссылками на оригинальные работы, откуда это было известно. И для того, чтобы как-то потестировать алгоритмы, о которых мы тогда еще думали в 2018 году, мы выбрали из этого каталога почти 2000 кривых блеска, которые отвечали определенным требованиям. Во-первых, они должны были быть в трех фильтрах одновременно. Во-вторых, они должны были иметь достаточное количество точек, чтобы мы могли их как-то вот аппроксимировать гладкими кривыми для того, чтобы сделать их однородными. То есть нам нужно, чтобы у каждой кривой блески, с которым будем работать, было определенное количество точек, которые мы преобразуем потом в те самые фичерсы, на которых будут работать машины алгоритмы. Ну, естественно, поскольку этот каталог собран уже из известных сверхновых, то мы, грубо говоря, об этих объектах все знаем. То есть это можно считать хорошей обучающей выборкой, в которой уже все отклассифицировано, и мы можем проверять на ней алгоритмы, а будут ли они нормально классифицировать то, что мы им подсовываем. Соответственно, помимо сверхновых, которые там вот в этой вот большой выборке около 2000 объектов, помимо сверхновых разных типов, мы туда специально включили несколько известных активных ядер-галактик, в которых будут другие кривые блеска по виду, не похожи на сверхновые. Включили пикулярные сверхновые, то есть сверхновые таких типов, которые встречаются очень редко. И включили несколько событий граффлинзирования, которые тоже имели свои кривые блеска в этом каталоге. Для того, чтобы проверить, будут ли эти алгоритмы находить вот такие вот необычные объекты, которые не являются сверхновыми. После того, как мы, вот здесь есть ссылка на публикацию, после того, как алгоритмы были оттестированы, мы переключились на более большой обзор, в данном случае это ЗДФ, и его данные, ну поскольку там с 2018 года почти миллиард объектов, то для того, чтобы уменьшить выборку, мы выбрали три участка. Один участок в галактической плоскости, один участок высоко от галактической площади, плоскости, и один участок внутри галактики М31, ну просто так, чтобы это было три разнородные площадки, и из них можно было бы выбрать разные данные. Вот из почти миллиард объектов у нас осталось 24 миллиона, над которыми мы, собственно, стали работать. Вот один из примеров кривых блеска интересных объектов, которые были найдены. Это, значит, данные, на которых мы, собственно, работали. Сейчас я расскажу про алгоритмы, значит, получается, вот это вот, на этом мы учились, да, а на этом мы уже стали искать. Какими алгоритмами мы пользовались? Ну, сначала, естественно, мы протестировали несколько алгоритмов, которые не требуют присутствия эксперта внутри. То есть они нам что-то выдают, и мы только после того, как алгоритм уже выдал там список аномалий, мы проверяем, будут это аномалии, не будут это аномалии, будут ли это какие-то интересные объекты. Вот здесь есть список этих алгоритмов, но после этого стало понятно, что нам нужно каким-то образом, чтобы эксперт мог влиять на выбор алгоритма, что мы хотим принимать за аномалию, что для нас является аномалией. И мы обратились к такой надстройке над традиционным изолейшим форестом, называется она Active Anomaly Discovery, это алгоритм, в котором включен эксперт, как один из шагов, и происходит примерно следующее. Когда алгоритм доходит, вот деление по деревьям доходит до первого алтара, который он находит, то он спрашивает эксперта, кажется ли тебе, что это аномалия или нет. Дальше эксперт ставит алгоритм на паузу, берет огромное количество доступных ему публикаций, каталогов, все, что можно найти в доступности об этом объекте конкретном, смотрит на все это и принимает решение, является ли этот объект каким-либо интересным, либо это что-то обычное, ну переменную звезду он нашел, у которых Merida, их очень много, нам не нужно такое, или там артефакт какой-то нашел, про артефакт скажу отдельно. То есть эксперт говорит да или нет. Если эксперт говорит нет, это не аномалия, то, естественно, алгоритм все подобные объекты и все деревья, все ветви деревьев, ведущие к такому объекту, им понижают очки, соответственно, скоро. Если, наоборот, эксперт говорит да, это аномалия и я хочу таких объектов еще найти, то, наоборот, скоро этих ветвей повышается и таким образом происходит вот эта вот обратная связь между алгоритмом и экспертом, который может таким образом определять, какие из объектов, которые ему показывают алгоритм, ему будет интересно находить дальнейшую. Ну и здесь получается, что мы можем действительно выбрать свое собственное определение аномалии для каждого конкретного ученого. То есть если я, например, заинтересована в поисках сверхновых, то когда мне алгоритм первый раз выдаст что-то похожее на сверхновое, я скажу ему да, это аномалия, и он мне будет выдавать подобные же объекты дальше, потому что у него будет высокий спор. Если я заинтересована в тех же Merida или каких-то вспышечных событиях, то я буду им говорить да, всем остальным говорить нет, и, соответственно, у меня тоже алгоритм будет выдавать больше в качестве аномалий тех объектов, которые похожи на то, которые я назвала аномалией. То есть это более персонализированный подход к поиску интересных объектов получается. Ну и что же мы смогли с помощью такого найти? Используя активный поиск аномалий, мы, проширтив вот эти вот 2,25 миллиона объектов, нашли 144 кандидата сверхновых. Среди также объектов, которые были нами просмотрены, почти полтора тысячи объектов, из них было найдено очень много переменных звезд, которые не отражены по тому, что они переменные, были найдены вспышечные события, в частности, вспышки красных тарликов, и были найдены активные ядра галактик. И те кандидаты, о которых никто не сообщал, они были, естественно, все опубликованы в трансмиссервере. Также среди сверхновых, кандидатов сверхновых, которые мы обнаружили, мы нашли 4 кандидата в сверхъяркие сверхновые, так называемые SuperLuminous SuperNovi. Они являются очень редкими объектами, и то, что мы нашли 4 кандидата по кривой блески похожи на них, это достаточно большое достижение. Один из этих кандидатов, который мы пронумеровали с НАДО 160, ну, с НАДО, соответственно, наша команда, а 160 порядковый номер кандидата, который остался транзиентом после всех откидываний. Для этого кандидата он вообще похож на очень, ну, достаточно сильно редкий тип сверхновых, так называемых Fire and Stability SuperNovi, который определенным образом происходит взрыв и генерация излучения, не так, как у обычных сверхновых, она очень яркая и очень широкая получается. И вот здесь вот приведено сравнение с линиями. Это известная сверхъяркая сверхновая, а вот эти вот кривые блески точками – это вот наши объекты, которые мы нашли, и видно, что они гораздо ярче и шире, чем даже известная сверхъяркая сверхновая. То есть это действительно, можно сказать, аномалия, хорошая аномалия. И с помощью этого объекта, и хорошо прописанных в объектах, мы смогли сделать темплейт, образец, с помощью которого можно искать подобные сверхновые в дальнейших данных, которые будут приходить с обзоров. То есть как бы как должна выглядеть такая сверхновая в обзоре. У нас теперь есть некоторый темплейт, как она может выглядеть. Значит, у нас есть отдельный результат. Это примерно 100 кандидатов в вспышки красных карликов. Про них расскажет Анастасия, которая сейчас, к сожалению, вышла, в следующем докладе расскажет. И отдельный большой результат этой работы – обнаружение огромного количества артефактов. Что такое артефакт? В данном случае мы называем артефактом, это такой сводный термин для всего, что не является астропедическим. То есть это могут быть, например, следы от движущихся объектов, может быть, это спутники, может, даже самолеты, следы от каких-то бликов, следы от перенавидения, различные так называемые призраки, госты, или размытие, когда заряд расплывается от передержанной звезды. То есть таких вещей оказалось в каталоге много. И автоматическая фотометрия, которая собирает данные с изображения, она часто их не может разделить между собой. Соответственно, считает эти штуки тоже как источники. То есть вот такие штуки она может как-то фотометрировать, вот это она может фотометрировать. И они находятся в каталогах и являются, как бы у них есть кривые блески. То есть в этом месте некий алгоритм увидел источник. Мы посмотрели туда глазом, потому что наш алгоритм детектирования аномалий сказал нам, что у этого источника кривая блеска не очень похожа на что-то, что мы до этого видели. Мы на это посмотрели, оказалось, что это не источник, а вот такой артефакт. И об этих артефактах расскажет Тимофей подробно. И еще у нас есть несколько больших и хороших результатов, которыми можно поделиться со всеми. Они могут быть полезны и для исследователей в других областях астрономии. Первый и наиболее такой выдающийся результат – это создание ZDF Viewer. То есть это инструмент, который мы создавали для себя, для того, чтобы как раз эксперт, когда он находит, алгоритм ему предлагает аномалия, не аномалия, эксперт мог бы с легкостью отследить различные публикации, информацию об этом источнике в других каких-то ресурсах и, соответственно, определить, аномалия это или нет. Для этого был сделан такой вот просмотрщик кривых блеска ZDF. Его можно, он доступен, его можно, туда можно зайти по этой ссылке, вбить в поисковую строку координаты вашего объекта. И если он есть в ZDF, если его обнаружили автоматические методы обработки ZDF, то Viewer покажет кривую блеск этого объекта за все время, что есть у ZDF. При нажатии на одну из точечек кривого блеска здесь появится превью в PIXA, и его можно скачать. Здесь есть превью из Aladina DSS. И также вот тут далеко не конец страницы, тут собраны все известные на сегодняшний день большие каталоги библиотеки объектов, транзидентов, в которых тоже, ну как бы это так и получается брокер, который ищет в других обзорах по этим координатам, есть ли там что-то, и пишет здесь, соответственно, какую-то информацию, которая об этом объекте есть в других каталогах. Если никаких каталогов информации об этом объекте нет, то, скорее всего, мы нашли что-то еще никому неизвестное. Вот, как, например, вот здесь приведут тот самый 1660, наверное, стабильность Supernova, которую мы обнаружили. Значит, естественно, в процессе решений экспертом аномалия-неаномалия мы сталкиваемся с большим количеством объектов, которые в пол аномалии не идут. То есть нам выдает что-то, там тоже какую-то переменную звезду или что-то такое, что мы уже знаем. И, естественно, у нас не к аномалии, мы ей скажем нет. Но мы обязательно поставим ей лейбл, потому что мы этот объект уже видели. И если вдруг после каких-то там других итераций, улучшения алгоритма или другими алгоритмами опять этот объект нам выдадут, мы уже видим, у нас стоит лейбл, что вот, скажем, вот здесь стоит галочка agn. Значит, этот конкретный объект не является там ничем, что нам интересно, мы уже о нем что-то знаем. К сожалению, это база знаний. Пока доступна только внутри нашего проекта, но в будущем мы надеемся каким-то образом опубликовать эти знания о том, что все-таки уже почти 3000 объектов мы поставили им лейблы и сказали, что это вообще такое за объекты. Объекты, у которых до этого не было никакой классификации. Вот. Значит, третий наш большой важный продукт это так называемый transient miner. То есть это алгоритм, который может копаться в данных и находить аномалии, которые будут похожи на то, что мы ему зададим. А задавать мы ему можем либо оригинальные кривые блеска, полученные в наблюдениях, либо мы можем задавать ему симулированные кривые блеска. Изначально этот майнер был натренирован на симулированных кривых блеска из набора, так называемого, пластик. Это набор симулированных кривых блесков, на котором обучают ЛССТ для дальнейших, ну, все алгоритмы для ЛССТ. И когда на этом деле мы натренировались и допустили его на СТФ четвертый релиз, то из 89 аномалий, которые нам выдал, оказалось 11 до этого неизвестных транзиентов и 7 кандидатов в сверхновый, 4 кандидата в активные ядры галактик. Ну вот, получается, здесь такая схема, как он работает. Он берет некоторую известную модельную кривую блеска, которую мы ему подсовывали вначале, он ее распарсивает на признаки, дальше с помощью камерных делей он ищет подобные кривые блеска в нужном датасете. И последний наш большой продукт – это, собственно, гитхаб-репозиторий реализации вот тех самых алгоритмов активного детектирования аномалий, которые мы использовали, и алгоритм Pine Forest, который мы назвали Pine Forest, это модифицированный Isolation Forest, который под влиянием решения эксперта, соответственно, перестраивает и фильтрует те ветви, которые не являются точно аномалиями. То есть когда эксперт говорит нет, эта информация создает фильтр для тех ветвей, которые приводили к нахождению такого объекта, как аномалия. Ну и естественно, что у такого подхода есть некоторые преимущества. Во-первых, потому что его можно под свои нужды перестраивать, то есть мы можем любые аномалии, любые объекты, которые мы считаем для себя интересными, показывать как аномалии, соответственно, он будет их искать. Ну и во-вторых, мы таким образом можем накапливать знания о тех объектах, которые нам неинтересны, но могут быть интересны другим, когда мы ставим на них лейблы. Ну и наши дальнейшие планы – это, во-первых, протестировать наши алгоритмы, насколько они хорошо могут быть отмасштабированы на огромные данные, которые будут приходить в CLSST, то есть насколько быстро они смогут работать с гораздо большим количеством данных. Ну и, соответственно, второе очень важное для нас дело – это общение с астономическим сообществом и получение от него некоторого фидбэка, какие еще могли бы быть нужны модификации этому алгоритму для задач, которые есть у других команд астономического сообщества для поиска каких-то аномальных объектов в огромных массивах. Ну, в общем-то, это все. Спасибо. Вопросы? Есть 7 минут на вопрос. Есть некоторые экономии времени. Первый. Сначала вопрос сенсала, пожалуйста. Да? Если нет, вопрос. Мы лучше подойдем к актуруте точно. Коллеги, они там не спорят. 7 человек слушают онлайн. Да, спасибо. Интересно, что это актуально. Хотя я со стороны не только связан, что я на ночной лепаде смотреть просто. Вы вот очень много говорили слова. Огромный, большой каталог. Но я не рада не услышал такие слова, как параллельная обработка, высокопроизводительное вычисление, параллельный алгоритм. Да, что, неужели это там не успеет было? Ну, я, к сожалению, как этот самый, больше по астрономической части эксперт, чем по алгоритмической. Поэтому мы пытаемся, у нас есть кластер, вот как раз в Калермонии, на котором все это считается, и народ пишет. То есть мы пытаемся оптимизировать все это дело, чтобы это работало быстрее. То есть когда мы только начинали, там, вот он мне одну аномалию выдал, и я на полчаса могу выходить, и час между соседними аномалями проходит там меньше минуты. То есть... То есть вы имеете в виду, что вы тот эксперт, который не решает. Именно. Ну, просто вот намывания, которые там перечислялись, алгоритмов по базе, ну, они вот не параллельны. Вот поэтому мы, собственно, от них в большинстве случаев мы от них отказались. Мы вот в результате, то, что мы имеем, это изоляционный лес, на который накручена вот этот вот актив аналог детекшн и различные, то есть модификации того, как эти деревья будут фильтроваться, как эти деревья будут получать скорость свой, каждая ветвь из них, и как решение о том, что один из объектов мы приняли как аномальный, как это будет влиять на дальнейшие решения алгоритма. То есть вот эти все алгоритмы, которые, они были как бы, ну, первым шагом, который мы пытались протестировать и понять, как они будут работать. Вообще сможем ли мы что-либо найти, сможем ли мы найти вот те самые аномалии, возможно ли это в принципе. Но сейчас мы видим, что да, это возможно. Хорошо. У меня там еще большая точка вопроса, но я их, видимо, не дам у кого-то сейчас. Один такой еще вот. Для неспециалистов на пальцах можно все-таки уточнить постановку задачи? Вот исходное множество объектов, где выполняется поиск аномалий, это что? Это вот вы так демонстрировали при выре. Я верно понимаю, что один объект – это три кривые. Да. Вот один объект – это три кривые. Да, в разных фильтрах. И вот таких объектов… двадцать четверти миллиона. И вам нужно выделить, соответственно, максимально непохожее на все остальное. Да, да. Ну, то есть, на самом деле, это что? Это обзоры неба. То есть, просто, Чисков смотрит, сканирует все, что есть, фотографирует подряд, ему все равно. А мы уже смотрим, что он там фотографировал. И из этих вещей, там, естественно, будет 99% это звезды, которые… Нет, это… Да, это, конечно, не изображение. С изображением мы не работаем. Да, 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 это майнер. Да, 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 да. Саня, пожалуйста. Да, на следующий раз. Спасибо большое. Это был очень амбициозный проект. Отдельное спасибо за Центрюрер. У меня вопрос может быть наивный, а может быть философский, не знаю. С точки зрения организации, что эффективнее? Смотреть на все кривые блеска и решать какая-то… Является ли данный объект аномальным? Или научить алгоритм различать оно и не оно, условное, сверхновое и не сверхновое, и прочесать весь массив. Потом научить алгоритм различать там. Ну, вот второе легче, да, второе легче. Потому что, когда смотришь на них в купе, не очень понятно. Это вот как, не знаю, деление картошек на большие и маленькие. Где-то между ними будет среднее, и непонятно, куда их кидать. А когда у нас… Вот мы один объект приняли и сказали, о, он нам что-то не нравится, пусть он будет аномалией. И тогда он нам начинает выдавать что-то похожее. То есть вот так были найдены Redboard Players, про которые Настя расскажет. То есть мы нашли одну, сначала долго чесали репу, что это, потом поняли, и после этого вот стали их искать как фильтр. То есть это как некий фильтр будет действовать. То есть вы набираете опыт и разные техники подхода. Да. Спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Принято, вопрос много. У меня тут вопрос. Вот смотрите, вот я правильно понимаю, что вы берете, у вас, вернее, граф строится, потому что самое интересное, что вот этот круг, мы говорим, объект, он же наиболее близкий. Поэтому эти объекты наиболее близкий к этому. Ну да. А вот может быть такое, что у нас объект, который вроде и такой, вроде и такой, но у нас как-то разделилось, что он попал не в ту группу, а потом мы этот объект определили как не аномалию, а это является аномалией. Может, конечно, у нас есть какой-то процент потерь, но тут, что можем, то находим. Скажем так. переболонсировка, переболонсировка, нет? Я вам так, наверное, на этот вопрос не отвечу, но это, наверное, да, это нужно, скорее всего, обращаться к статьям, где у нас описан алгоритм, потому что я все-таки алгоритм не особо, я больше в астропизической части, но тем не менее у нас есть такое, что мы можем прогнать алгоритм, там, сказав, да, каким-то определенным объектом, а дальше прогнать его еще раз, но уже задав априорное знание о том, что вот те объекты мы назвали аномалиями, и он это воспримет, как уже какое-то знание и будет на основе этого строить дальше. То есть вот такое у нас есть, как бы некоторая обратная связь при новых прогонах, используя предыдущих ответов. Спасибо, спасибо. И очень... Там еще есть чата. Сейчас. Я на нам очень короткие, вопрос. Кто им найден сверхновый и подконфицировал? Сверхновый однозначно конфицировать можно только сфероскопически. Первый вопрос. Второй, тем более классовский. Ну вот хорошо, найдено именно сверхновое, но ее уже нельзя исследовать, она уже заслуживает. Какое это дает науке новое знание? Ассоциативное? Ну, сверхновое, во-первых, то, что мы находим... Сверхновый однозначно. Сверхновый однозначно. Она же... Достоверно... Нет, ну, конечно, мы не скажем, что это действительно сверхновое, потому что у нас нет возможности снять спектры, но мы можем сказать, что это кандидат сверхнового такого-то типа мозг-пробок. что теперь выдаем для науки, если мы не можем мгновенно это пронаблюдать, то, что вот сейчас это вот сейчас обновлено, а он сверхновое здоровье, мы не наблюдаем, если это тренд, это все, что есть статьи есть. А вот найдено, что-то для физики это дает? В первую очередь, статистические вещи, да, чистотность и... Точная конфликация. Спасибо. Так, у нас еще в чате есть два вопроса. Да, значит, какая задача в итоге решается? Классификация транзиетов. Ну, по сути, классификация транзиетов входит внутрь этого, потому что мы не можем решить аномалию это или нет, если мы не скажем, что это такое вообще, да, то есть... Каждая аномалия, да, каждая аномалия, у нас, скажем, есть бюджет, то есть когда мы запускаем алгоритм, мы ставим бюджет там 40 источек, и он мне выдаст не более 40 аномалий, и, соответственно, каждую из них по очереди я буду проверять и решать, да. Могу поставить меньше бюджет, могу больше, да, но, соответственно, каждую из них приходится проверять вручную, но это есть как раз момент присутствия эксперта. Есть ли какой-то порог уверенности, по которым кандидаты в аномалии рассматриваете? Ну, философский вопрос, потому что, как бы, алгоритм выдает у нас деревья, да, которые делят, либо туда, либо туда, а человек уже смотрит, ну, я могу решить одно, другой эксперт решит другое, третий эксперт решит третий, но мы, в результате, какой-то устроим консилиум аномалия для или не аномалия. IP, по которым вы знаете из-за своих конвейеров. Про API надо спрашивать. А, окей, да, вот API есть, Настя говорит, отлично. Так, Артем. Он говорит, да, знавая, не изучила порога, является порога решения второго, вызывает решение наличия аномалии. Собираются пороги в вашем проекте. О, конечно. Да, ну, про порог я не могу сказать. Ну, мы берем самые, как это, самую верхушку срезаем, то есть аутлайеры, вот выбросы, которые будут наиболее явные выбросы. Вот, то есть, ну, да, вот если у нас там есть выборка из двух, с четвертью миллионов, а я ставлю бюджет 20 аномалий. То есть, порога является больше. Да, порога является бюджетом. Я поставлю 40 аномалий, у меня будет такой порог. Поставлю 100, буду сидеть все стоя, проверять. Вот. А что ответ такой? Так, спасибо. Мы чуть-чуть не вернулись. Это петь, не вернулись. Это петь. Ну, как. Не вернулись. И минуту, что...